Газовый шлейф. Почему американцы против продажи Турции российских ЗРК? 21 мая 2019 года. Известие. Газовый шлейф. Почему американцы против продажи Турции российских ЗРК? Источник изображения, фото, РИА новости. Сергей Пивоваров. Новые системы ПВО помогут Анкаре укрепить позиции в регионе. НАТО в апреле исполнилось 70 лет солидный возраст для любой международной организации. Кажется, однако, что за столь долгий срок США так и не научились видеть в Турции полноценного союзника по альянсу, у которого могут быть свои интересы. В ожидании поставки российских ЗРК С-400 в Турцию в июле этого года стороны пытаются найти общий язык, но американские партнеры Анкары по привычке разговаривают языком ультиматумов. В ситуации разбирались известия. И вашим, и нашим. Турция должна определиться, хочет ли она остаться в самом успешном за всю историю мира военном союзе или подвергнуть риску безопасность этого сотрудничества, заявил недавно вице-президент США Майк Пенс. Не менее Белого дома обеспокоены появлением у Турции стратегического вооружения, способного потенциально огражать альянсу, и американские парламентарии. Вице-президент США Майк Пенс источник изображения, фото Global Look Press, D. Miles Cullen. В переговорах со своим строптивым союзником американская сторона указывает, что Анкара не должна одновременно эксплуатировать самолеты пятого поколения. Ф-35 и ЗРК С-400 в силу того, что радары российской системы могут поставить под угрозу раскрытие ряд технологий, делающих американский самолет особенно ценным в предстоящих конфликтах. Оперативный обмен данными о боевой обстановке с центральным пунктом командования на поле боя и возможность сохранять низкую заметность в борьбе с ПВО потенциального противника. Турецкая сторона, понимая обеспокоенность американцев, предлагает создание технической комиссии, задачей которой было бы устранение любых опасений Вашингтона. В ответ американцы продолжают нагнетать ситуацию, угрожая Турции не только полными исключениями с программы. Ф-35, но и введением санкций и прекращением военно-технического сотрудничества по другим оборонным проектам. Истребитель пятого поколения. Ф-35 источник изображения, фото, deposit photos. Реакция США, возможно, указывает на существование растущего недоверия и даже опасений политических элит США относительно долгосрочных планов Турции расширит сферу своих интересов в регионе. Послание к евреям. Изменение глобального баланса сил не в пользу США заставляет американцев пересмотреть степень их вовлеченности в дело Ближнего Востока и Средиземноморья. Акцент делается не только на поиск более эффективных методов демонстрации силы в исключительных случаях, как показала недавняя отправка атомного авианосца к берегам Ирану. Особое значение для глобального доминирования США приобретает оборонно-наступательный потенциал региональных союзников США, связанных с американской политической системой не конъюнктурными интересами, а культурным и идеологическим наследием. Прежде всего, речь идет о гарантиях безопасности Израиля. Администрация США не ограничивается содействием сближению монархии Персидского залива и Тель-Авива на почве общих антииранских настроений. США вносят значительный вклад в развитие израильского оборонного потенциала и энергетической безопасности. Подобная поддержка в практическом плане выражается в передаче Израилю эксклюзивного экспортного варианта F-35, а также в продвижении сотрудничества в Восточном Средиземноморье с Грецией и Республикой Кипр в области добычи природного газа. Истребители F-35 и F-16 ВВС Израиля источник изображения, фото, commons.wikimedia.org Параллельно с этим Турция пытается по ряду критических для интересов США вопросов придерживаться самостоятельной позиции, которой они всегда находят одобрение в Вашингтоне. Например, стремление Анкары к независимой внешней политике на Ближнем Востоке фактически ведет к ослаблению американской санкционной блокады против Тегерана. США не может не беспокоить и упорное желание Турции поддерживать в регионе движения братьев-мусульман, которых Вашингтон вслед за монархиями региона вот-вот объявит террористической организацией. Неудивительно, что в Израиле сегодня говорят о нежелательности передачи Турции самолетов пятого поколения. Ф-35. Будущее оружие стратегического сдерживания может оказаться неэффективным в случае регионального конфликта с вероятным участием Турции или протурецких сил. Возможность изучить поведение этих самолетов в критических ситуациях наряду с эффективным применением С-400 может ограничить свободу действия израильских ВВС. Израильские ВВС открыто действуют в турецкой зоне влияния вблизи Алипа, что указывает на вероятность повторения несанкционированного вторжения израильтян в воздушное пространство Турции, как это было в 2007 году во время бомбардировки сирийского ядерного реактора. Такой инцидент очевидно приведет к дипломатическому кризису между Анкарой и Тель-Авивом. Турция вряд ли будет искренне готова идти на диалог с Израилем по военно-политическим вопросам, учитывая активную поддержку израильтянами курского национализма. Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство. Источник изображения, фото, РИА новости, Дмитрий Виноградов. Тимур Ахметов Материал размещен правообладателем в открытом доступе.